Привет, ребята! Привет из солнечной Калифорнии! У нас тут не совсем солнечно, все почему? Потому что на улице уже 10-й час. А я все еще в офисе решил пообщаться с вами немного о расходах. Тем более, что в последнее время меня как-то очень много задают вопросов на эту тему и задают именно по поводу Калифорнии. Давайте поговорим об этом. Потому что Калифорния все-таки самый дорогой штат. Я думаю, что для вас это не секрет. А я нахожусь в Беерии, в северной части Калифорнии. Это самая дорогая часть, наверное, Калифорнии. Короче, тут вообще дорого и полный набор. Но все-таки по порядку. Меня зовут Влад, мне 35 лет. Я дженерал-контрактор или генеральный подрядчик здесь, в Калифорнии. Мы занимаемся ремонтами, достаточно неплохо. Полтора года существуем. Еще учимся и, в принципе, стараемся делать качественно. От этого у нас хороший рейтинг. Мы, я думаю, что врываемся уверенно вперед. Поэтому, если тебе интересно поработать, обращайся. Всегда можно найти информацию по поводу моих аккаунтов. Где можно написать напрямую в Инстаграме, допустим, ниже под этим видео. Ну, а теперь вводные данные. Что мы имеем? Мы имеем семью из двух взрослых, троих детей и кошки. Кстати, важно. За кошку мы заплатили депозит в новый дом, куда мы переехали. Что-то там в районе 700 долларов, по-моему, сверху. К оригинальной стоимости. Собственно, с жилья мы и начнем. Потому что это самая дорогая статья расходов. Я не буду вам рассказывать свои траты. Потому что они реально могут варьироваться. В зависимости от ваших потребностей. Но я подсвечу те моменты, с которыми мы сталкиваемся лично. Потому что в плане детей особенно. Не всегда думают о статьях расходов, которые мы с вами тут затронем. Что, погнали? Итак, жилье. Первая статья расходов. Дом. Аренда дома. Или апартментов. Не важно. Вот на такую семью дешевле трех тысяч долларов, я думаю, найти практически нереально. Ну, либо это будет вагончик какой-нибудь, мне кажется. А тут вообще, в принципе, очень просто оказаться в коробке из-под холодильника. Потому что все старые дома, которые имеют дешевый рент, ну, там реально жить большая проблема. Цена начинается от трех тысяч и уходит просто в какую-то бесконечность. Кто помнит, я начинал жить здесь за 3,700, по-моему, в апартментах. Кстати, это был классный вариант. Оглядываясь назад, это реально хорошее условие. Потом мы переехали в дом за 4,500 в Sunnyvale. 4,500 я оплатил на протяжении года. Единственное, что я не учел в этом доме, когда мы туда переехали, нужно было платить за энергию, а дом был дырявый, как хрен знает что. Просто это реально полноценная коробка. И мы отапливали практически весь год улицу, что год был вообще, в принципе, прохладный. Вот мы отапливали всю улицу. И это существенно, надо сказать, увеличило мой ежемесячный рент. После этого мы сделали выводы и переехали в таунхаус. Сейчас мы живем в таунхаусе, и я не буду вам говорить, сколько он стоит, чтобы не отвлекать вас от главной темы. Мы будем с вами говорить о расходах дальше. Цены могут варьироваться, как вы понимаете, от района. Здесь это не районы, а все-таки города, от рейтинга школ и прочего, прочего, прочего. Если смотреть БР, приблизительно выглядит вот так. Сейчас я попробую показать. Показать вот здесь, Пацифик, Ошен. Ну, надеюсь, вам видно, да? Вот это там побережье. Побережье. Вот эта часть суши там с горами. Вот такой вот залив. Вот так вот он идет. Грубо говоря, вот здесь Сан-Франциско. Вот здесь Сан-Хосе. Это где мы сейчас находимся. Сан-Хосе. Сан-Франциско. Тут всякие там Дэйли-Сити. Дэйли-Сити. Здесь у нас там, допустим, Сан-Мотео. Сегодня я был в Сан-Мотео у одного предпринимателя-стартапера, который... Короче, который развивает бизнес. Там стоимость, там что-то оценка у них сейчас там 60 или 80 миллионов. Живет Сан-Мотео. 60 или 80 миллионов долларов. Это, надо сказать, прикольный опыт. Где я жил? Я жил вот здесь, где-то в Санта-Кларе. Потом, вот, грубо говоря, она здесь. Вот здесь Сан-Ивэйл. Это дом был Сан-Ивэйл. Сан-Ивэйл. Сейчас я живу где-то вот здесь, в Лос-Гаттас. Вот. Это такой небольшой ликбез. Вы, конечно же, можете открыть карту. И, возможно, мы в этом видео добавим более красочное изображение. Но вот здесь схематично, как в прогнозе погоды, я попытался вам это все рассказать. Короче, вот такое вот жилье. 3 700, там 3-3 тысячи минимум. Мы пошли дальше. Что вам понадобится? Понадобятся продукты питания, правильно? Вот фуд для такой семьи будет стоить где-то, там, что-то в районе 2 тысяч долларов. Короче, 2 тысячи и более. Ну, я думаю, то, что если вы будете экономить, в принципе, это реально сэкономить. Но это где-то вот так вот, плюс-минус точная сумма. Дальше многих интересует на старте медицина. Не знаю, правильно это будет знак для медицины. Медицинская страховка здесь стоит где-то 200-300 долларов на одного человека. В зависимости от вашего уровня дохода. Но, если вы получаете, по-моему, там что-то, если ваш доход меньше 60 тысяч долларов, то вы имеете право на медикол. Это калифорнийская бесплатная страховка. В основном она, ну, чаще всего она распространяется на детей, хотя я знаю случаи, что и взрослые ее получают. Точно так же бесплатно, открытую страховку на полностью все процедуры. Для большинства это все же только дети и emergency для взрослых. Это если у вас там что-то вдруг срочное случилось, что-то такое прям критичное, вы получите, если вы там попадаете под эти правила, вы получаете компенсацию. И надо сказать про страховку. Всем известно, наверное, уже, даже если вы платите страховку, вот такую вот 200-300 долларов в месяц, даже если вы ей не пользуетесь, и вам вдруг понадобилось прийти к врачу, то вы будете платить где-то плюсом еще там от 30 долларов за прием. 30, 50, иногда 80 долларов за прием вы сверху еще заплатите к стоимости страховки. Прикольная новость, да? На эту семью, ну, будем считать, что это там два телефона нужно, да? Два телефона. Это где-то что-то там в районе... Если вы берете с телефонами, вот как у меня, допустим, с двумя айфонами, правда, надо сказать, опять же, сразу, наверное, такие условия у вас не получатся. Вам не удастся получить, но это где-то вот два телефона. Если мы говорим про AT&T, оператор такой, да, он один, ну, как бы самый крупный, наверное, это выйдет вам что-то в районе 200, 220 долларов за два номера с двумя телефонами. У меня в процессе времени вы потом там трейд-ин даете, там уже какие-то выкупали номера, ну, какие-то телефоны. Я сейчас за свой телефон, это 14-й айфон и, ну, как бы, и моя линия, да, а у меня там, по-моему, сейчас 5 линий в моем семейном аккаунте. Я плачу что-то там... Короче, немного. Я думаю, что одна линия мне стоит где-то долларов 40-40, наверное, в месяц, и сам телефон мне стоит, наверное, 8 долларов в месяц, да, ну, там, то, что я уже выплачивал. Выплачивал предыдущие телефоны, соответственно, когда я делал трейд-ин, у меня там оставалась небольшая такая дельта, которую мне нужно, собственно, там, этими месячными платежами покрывать. Дальше, по поводу машины. Аренда машины, надо сказать, здесь дорогая. И раньше, когда я сталкивался с арендой, аренда там можно было там что-нибудь за 300 долларов, мне кажется, снять себе. Но, по-моему, это даже не в Калифорнии. Сейчас такой цены вы вряд ли найдете, это что-то там в районе 600 долларов в аренду и выше. И нужно еще учитывать расходы на бензин. Бензин, это, если на моей, он как бы в моей работе, если у вас не Prius, мне кажется, это все 200 долларов еще в месяц на топливо. Так, давайте я, наверное, сотру, а тут много цифр. Они у вас все равно в процессе же появляются, и вы там у себя фиксируете их где-то. А я просто рассказываю вам про траты, и мне нравится на доске рисовать, тем более, что она у меня появилась. И надо сказать, спонсор нашей программы, это вот эта достаточно простая, но интересная штука. Как там говорится? Любовь к неопределенности начинается с планирования определенности. Вот я вам немного подкидываю информацию. Надеюсь, она для вас будет полезна. Обязательно пишите мне в комментариях. Ребята, мне так нравится их читать. Я на них не отвечаю, но очень нравится мне читать ваши комментарии. Они поднимают мой дух в тяжелые ситуации, в тяжелые и трудные дни. Так, погнали дальше. Давайте поговорим, наверное, о самых таких тяжелых статьях расхода, это дети. Дети реально денег тянут много. Хотя, когда бесплатная школа, кажется, что вроде бы все устроено, но по факту это не совсем так. Так, несмотря на то, что мой старший сын, ему 5 лет, он ходит сейчас в киндергарден. Это типа preschool, ну это там перед первым классом, короче, что-то. И когда мы жили в доме, до этого ему не задавали домашние задания, вообще там программа какая-то была такая, спорная. То сейчас его прям грузят полноценно, пушат там, книжки читают они всякие. Короче, прикольно, там для примера их учат эмпатии, да. Им дают книгу специальную, которую нужно принести домой, с нами читать, которая там рассказывает, как реагирует человек, то есть, чтобы ребенок считывал, что происходит с человеком, чтобы он понимал, какие человек эмоции выражает. Как пример. Дальше, там книжка про, типа, включенность, там быть в настоящем моменте, там и там в книжке написано, если ты пришел в класс, это еще не значит, что ты в классе. Когда ты в классе, там нужно быть, там, включенным, там, типа, там, отвечать на вопросы, там, как-то участвовать в жизни класса, там. И такая страница, ну, на несколько книг страница именно о том, как нужно себя вести, вот, в моменте. Что еще? Там, им дают такие задания, типа, по дороге в школу зайти в парикмахерскую, там, в какой-то магазин, там, в какой-то офис, где можно, там, поговорить с продавцом, либо с работником на ресепшене, поговорить, что он там, он местный бизнес, что он сделает, как он себя здесь чувствует, там, и все в таком духе, представляете, какой уровень школы, да. Но при этом приходится еще нести такие истории, как спорт, допустим, да, вот, после школы. У меня ребенок ходит на плавание, у меня ребенок ходит на хоккей, там, есть куча разных еще дополнительных занятий. Вот, допустим, чтобы занятия хоккея посещать один раз в неделю, один раз, одну неделю, три месяца, это, это 250 долларов за три месяца. Это очень классная цена, при том, что им за эти 250 долларов еще и форму выдают, полный комплект. Начиная от сумки, коньков, защиты, там, наплечников, шорты, майки, там, перчатки, клюшка, ну, короче, полный набор. А, шлем еще, в общем, ничего вообще не нужно покупать, кроме термобелья. Вот это все за 250 долларов в месяц, за первые, там, первые три месяца, 250 долларов за три месяца, прошу прощения. Это вот первый раз. Второй раз вы просто платите 250 долларов, и вам уже ничего не выдают, ну, то есть, как бы, ребенок занимается форме, которая есть. Допустим, занятия по русскому языку, мы же не все хотим, чтобы наши дети забыли русский язык, правильно? Это еще 50 долларов в час. Не в час занятия. Допустим, плавание, допустим, плавание, допустим, плавание индивидуальное, 65 долларов в час. О, нет, там даже 65 долларов в 45 минут. Вот такое вот занятие. Да, кстати, старший ходит у меня в школу, а вот средний, дружок, дружочек, ходит у меня в детский сад. Так вот, детский сад частный, может начинаться где-то 1400 долларов в месяц. И в нашей эре, вот детские сады, это где-то 1400, 2600, наверное, тысячи долларов в месяц. 2600 за детский сад, как вам? Прикольно, да? Короче, расходы супруга может делать только 2000 долларов расходов. Я не знаю, вы смотрите, либо ваша супруга тоже это много денег, конечно, забирает, если вы хотите жить какой-то более-менее полноценной жизнью. Я, конечно, понимаю, что это не совсем реально. И по правде сказать, я вам рассказываю все эти большие цифры, да? Но начиналось когда-то это там, что-то 3000 долларов в месяц зарплата моя была на всю семью. Ну, правда, у нас тогда не было младшего и не было кошки. И жили мы в Северной Каролине, но на 3700 мы вполне себе выживали. Я думаю, что тоже, если вот так вот сжать там зубы, да, и если у вас есть мотивация, вы пройдете все через эти цифры и тоже как-то там разберетесь в этой ситуации. Это я так просто идеи накидываю. Конечно же, все понимают, ну, я, по крайней мере, понимаю, что на старте сложно держать вот такую планку расходов. Наверное, почти невозможно. Какие-то расходы и для меня становятся такими более, знаете, накладными. Но, опять же, если предупрежден, значит вооружен.